Девушки отдыхают И даже в течение венчания есть такие слова о том, что молитва родителей утверждает основание домов, а с другой стороны пьющий родитель может опозорить эту свадьбу на всю последующую жизнь супругов и все будут вспоминать с горечью. Да и позор матери для молодоженов это очень тяжело пережить, поэтому или надо договориться с кем-то, кто будет рядом с ней сидеть и уберегать ее от спиртного, а если это будет невозможно, то поднять и увезти ее в другое место и перед этим с ней поговорить. Или надо ее не приглашать на свадьбу. Вот, к сожалению, именно так. Вообще грех пьянства, он в чем-то очень похож на грех прелюбодеяния. Именно поэтому церковь рассматривает брак с тяжкой алкоголизависимым человеком как брак, близкий к своему краху, как и брак, распадающийся из-за супружеской измены. Потому что это преступная радость на стороне за счет горя слез и боли любимых людей. Это действительно предательство. Вот, и, конечно, торжество брачного пира с пьянством и некрасивым поведением, которое может за этим последовать, несовместимо никак. Вот, может быть, поговорить с матерью и сказать ей, что вот если ты начнешь, мамочка, то вот брат мой там тебя увезет. Пожалуйста, продержись этот день. Продолжение следует...